Я сейчас отвечу на ваши вопросы, что-то посоветую вам, возможно, может быть это вам поможет в жизни. А так, хотелось бы поговорить вообще о таких вещах, как жизненное удовлетворение. И, собственно, человек сидит, я думаю, вы удовлетворены вообще в своей жизни? Да? Хорошо, вот. И, собственно, что хотелось бы сказать, чтобы прийти к этому. Первое – это найти свое любимое дело, компонента сразу, прикрепить к своей жизни. Второе – это в себе. И третье – быть целеустремленным человеком. Одну секунду. Да, я слушаю. Здорово, Наэль. Нормально-нормально. Неа, 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 неа. Зачем ты жоп-нигу все спрашиваешь? Да нормально все, Наэль, нормально. Да ничего, прямой эфир в Инстаграме веду. Прикололи вот здесь. Заходи, если хочешь. Да, да, да. Ну, давай, Наэль, я перезвоню тебе. Давай. Давай, давай. Зачем ты сжег свою книгу? Все люди возмущены. Да, он и хавских здорово, бро. Все, ништяк. В общем, три компонента услышали. Почему книгу сжег, сейчас скажу, отвечу на этот вопрос вам. В общем, я писал ее около полутора, полтора года, да, чуть побольше. И никак не мог. Я могу так сказать, я не писака. Я творческая личность, записывающая свои, скажем так, песни. Вот. Но не... Просто я понял одно, что у писателя из меня... Я просто писал очень жесткие вещи, на самом деле. Я бы не хотел, чтобы эти люди... Все, то бишь вы эти люди, чтобы все вы услышали. Что здесь? Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Со связью. В общем, ребята, стихи рассказывать там на музыку или что-то еще такое делать, это я просто не особо, как бы, котирую. Я хотел сделать что-то необычное, но у меня не получилось. Да вижу я все вопросы, господи, все, что там пишут. Фоми на новом пластике будет, будет на альбоме, который будет называться... Да. О, Бахча пишет, шляпа в саду. Здорово, саляму алейкум. Что там у тебя? В Тае. Эх, Бахча, Бахча. Ты помнишь, что чувствовал? Чувствовал по отношению... К чему вообще? К здоровью? Боль чувствовал? Лежал в моей не свалить пигвина. Махни рукой. Вот в чем счастье. Вечер в хату. С краснодеревщиком не хотел бы записать, с краснодеревщиком общались. Ешь, ешь эту печеньку. Сынок, это прекрати. С краснодеревщиком, с Мишей общались. Вот. Буквально недавно. Я думаю, что это печень. Вот. И... Какого-то... Связь пропадала. Связь пропадала. Иди ты в комнату, там жилый человек там. Короче говоря, С краснодеревщиком разговаривали, но он говорит, я ушел из рэпа так с радостью бы. Но... Ну... Поскольку... Ушел он... Поскольку и фита не будет. Вот. А жизнь интересная штука. А, кстати, прикольная вещь. Инстаграм прямой эфир. Вот. Это типа перископы, я так понял, что-то. Ну вот. Решил попробовать. Вроде прикольно. В Краснодаре выступление будет тогда, когда меня туда пригласят. Когда епи будет остатки. Да вот на днях прям буквально. Памф, не знаю, редко с ним общаюсь. ВК даже запилили прямой эфир. Ну да, да. Есть такая тема. Да мне просто... Я просто... Тему эту не особо. По поводу советов. Ребят, ну вы пишите так. Еще поговорим на какую-нибудь тему. Здесь я так понял, это... Открытый эфир здесь можно что-то обсуждать. А совет человеком, главное, будьте. Главное. Главное быть человеком. Я не курю. Одышки у меня нет вообще. Какая одышка, вы что, ребята? Я просто пивка попиваю. Я не знаю, кто такой Насл. Честно. В какой ящик? Что за эфир? На эпи будет треков 5-6. Прогрессирующим рапирочкам могу посоветовать следующее. Если есть стремление, если есть вера в себя, если есть желание творить, независимо от того, будете ли вы что-то иметь с творчеством. В общем, ребята, если вы в себя верите, у вас все получится. Вы получите и признание, и свою аудиторию непосредственно. Касаемо того, как я отношусь вообще к своему положению в музыке, я отношусь в принципе нормально. Мне нравится, что у меня есть слушатель какой-то. Мне по херу абсолютно, вообще, я загнался в эту тему, прикинь, а тут жить буду теперь. Вот, как бы, о чем я там говорил? Мне очень плевать на то, что меня не размещает кто-то там или ставит какое-то количество лайков. Ну, как бы, мне это пофигу вообще на самом деле. И вам должно быть пофигу. Вы не должны делать ради каких-то сраных пабликов что-то, чтобы вас там разместили и так далее. От этого вы не станете известней, поверьте мне. Я не поправился, я просто прилег так, что кажется, что я поправился. А пипком я лишь поправился. Вот. Так что, молодые люди, творите и делайте то, что вы хотите делать. Чаще вносите смысл в свои песни. Версус баттл, по поводу Версуса могу сказать следующее, что шляпно там было на самом деле. Потому что я там был один, во-первых. Во-вторых, я вообще нахер туда поехал. Мне это не нужно было. Вот. Вчерашний снег, да, прикольная песня. У Верс нормально дела, у Коляма тоже нормально. Со всеми держу связь. И с Тимохой держу связь, и с Дэмом. И со всеми связь держу. С ними женские очки. Пушки женские снять? Ха-ха-ха. А не мои мужские. Зачитать? Че же вам зачитать тут? Да ничего не буду читать, наверное. Да не, ребята, от компа далеко. Вот. Как бы, нафиг. Так что, все здоровы. Да все здоровы, все здоровы, да. Все у всех хорошо. В жизни немного я подразочаровался, конечно, касаемо, там, я имею в виду, касаемо работы, там, чего-то и так далее. Слишком сильно закрутился в творчестве. И проблематично сейчас вообще найти какую-то работу, которая бы была по душе. И он, на самом деле, где-то тупо. Ну, приходится с чем-то смириться, там, куда-то опять на старое место возвращаться. В общем, ну, не айс, как бы. Вообще, приходится какими-то движениями заниматься, там, что-то в музыке пытаться делать. Ну, как бы, выживать. Я вот выживаю. Сейчас, на данный момент, я ухожу там, где я был. А где я работал, ну, это, ну, как бы, не особо распространяется эта информация. Вот. По поводу альбома «Живым», да, жизнь же нелегкая штука, не спорю. По поводу альбома «Живым», ребята, вы все заблуждаетесь, на самом деле. Говоря, что «Живым» — это лучший альбом. Я, честно говоря, как человек, ну, занимающийся уже более 11 лет музыкой, скажу вам одно. Что «Живым» на 80% — это дерьмовый альбом. Потому что, ну, я не знаю, там много косяков в читке, во-первых. Во-вторых, качественнее. В-третьих, какие-то мысли дурацкие. Где-то как-то что-то не то зачитано. Вот. Может быть, я просто самокритичный человек. И считаю, что вас просто зацепила вот эта вот некая, ну, на самом деле, как сказать, вот эта вот волна, вот это вот страдание мое, что ли, там, в то время. Я хочу сказать, что я никому не пожелаю то состояние, которое было у меня на то время. Поэтому я не особо возвращаюсь назад к этому альбому. И последнюю копию я, последнюю копию альбома, которая у меня была, я продал за 2000 рублей, честно говорю. То есть, это реально, вот диск, вот этот конверсий, единственное экземпляре у меня был подписан, я продал его человеку. Вот. Ну, у меня, то есть, взяли его, предложили там бабки. Я как бы на творчестве делаю нормальные деньги, на самом деле, вот. То есть, но я не удовлетворен тем, что, ну, у меня нет какого-то, ну, в жизни вот такой вот работы, знаете, когда ты реально приходишь и радуешься тому, что ты находишься на этой работе. Ты уходишь так же, желая вернуться туда. Такой работы у меня нет. Я пробовал себя в роли бизнесмена два раза. Бизнесмен у меня из меня не айс, видимо, потому что, ну, может быть, я нахожусь не в Москве, где-то не в Сочи, а вот именно в Тольятти. То есть, в богом забытом городе, в провинциальном городе и так далее. Вот. Цели у меня, конечно же, есть. Я человек, который стремится, на самом деле, всегда к каким-то вершинам. Просто это, ну, временные трудности. Я считаю, что это все пройдет. Нужно просто потерпеть. Какую музыку я слушаю, помимо своего творчества, знаете, я Таню Зыкину слушаю. Вот как слушал я ее, так и слушаю. То есть, жду ее альбома какого-то. И мне интересен этот человек. Так, по поводу того, что Тольятти довольно-таки хороший. Знаешь, он довольно-таки хороший. Мне он тоже нравится со всеми его лесами там. И девятиэтажками, и шестнадцатиэтажками, и прочими-прочими домами. Ну, хочу сказать, что здесь нужно выживать уметь. Иначе здесь можно бичом прослыть. Ты как-то брал Мерин и жаловался, что он жрет на рубль в день. Сейчас на двух родных? Нет. Сейчас просто без Мерина. На двух родных? Ну, да. Так, ну, я думаю, стоит закончить или продолжить. Тебе, смотрю, нравится там. Ну, да, ничего так. Как я отношусь к Маяге и Эншпиль? Он их не любит. Ну, не то, что не люблю, просто не слушаю их особо. Почему не переберешься в Москву? Ну, потому что у меня здесь, у нас здесь, во-первых, квартира есть крутая, на самом деле, четкая. С очень хорошим ремонтом, с комнатой для ребенка. И продавать ее сейчас, как бы, смысла нет. Потому что она не будет оценена настолько, насколько она на самом деле стоит. Что еще хотелось бы сказать? В Москве жить, ну, честно, ну, как бы, да, там прикольно, наверное. Но туда бы я переехал, если бы там квартира была. Ну, а на квартиру, конечно, там лямов петь я не могу наскрести. А в Тольятти мы живем, ну, в одном из элитных районов, микрорайонов. И поэтому, ну, как бы, нас все устраивает. Зарабатываю ли я в iTunes? Кстати, хороший вопрос. Да, если честно, да, я зарабатываю в iTunes. И, на самом деле, ну, как бы, мне в определенный момент хватало. Ну, не сказать, что ежемесячно я там что-то получаю. Вот, но хороший выхлоп из продаж там и так далее. Вообще, человек, с которым я работаю, это Алексей Кошелев, представляющий дистрибьюторскую компанию AVK Production. Человек надежный. Вот. И, то есть, в сравнении с Camille 4 Records, там, Black Pound Production, это человек просто золото. Вот. А вот Camille 4 Records, это не особо хорошего. хорошая фирма, я бы не советовал вам с ними работать бы. Вот. Если они вам предложат, типа, мы Camille 4, мы там этих тех выпускали, я бы посоветовал вам не работать бы с ними. По поводу машины, у меня нет машины сейчас, в данный момент. Вот. Жизнь поворачивает так, что приходится чем-то жертвовать. Ну, в частности, машины. Ну, я, наверное, за лечение отдал большие, как бы, бабки. И, на самом деле, очень жаль, что все вышло вот так вот, что болезнь, что эти деньги могли бы пойти, допустим, на закрытие кредитов, или на, допустим, что-то более, ну, там, весомое, что-то купить. Действительно, машину какую-то там, и так далее. Другую. Ну, вот как-то, ну, живем нормально. Ну, меня все устраивает, в принципе, почти что. В данный момент я немного, конечно, подохренел. Ну, я не могу его везти, когда ты ходишь здесь. Уди отсюда. Нет. Когда выложить сэмплер альбома из 2018 года, ребят, да я не буду сэмплер вообще выкладывать. Никогда в жизни вообще. Как бы мне не особо. Скучаю ли я без Тимохи? Конечно, скучаю вообще. Очень сильно вот только сегодня с ним созванивался. По его вот этим «Слышь, хорош, пошел ты!» Конечно, скучаю. Это вообще весомый человек в моей жизни. Приедет Тимох в Тольятти от 16-го числа. Будет, кстати, на альбоме, на новом с ним торчок. Вот. Чеканью слова 2. Так. Привет из Франции. Франция привет. Франсьон. Я вишен сома си филе фу. Харлун си я филе аганне филе у башни. С Францией привет. Не будет фитов ни с кем. Вообще к фитам отношусь сейчас. Не особо как-то. Будет в альбоме как-то лена? Нет, не будет. Все эти героиновые вот эти вот намеки на что-то, это все уже... Оно в прошлом осталось сейчас. Но как бы об этом не охота. Что насчет концертов? Они редкие. И... Вряд ли в ближайшее время я куда-то приеду. Так. Когда что-то новое, ну вот недавно... Скоро будет остатки EP и сборник там будет. Немного, ну парочку песен на сборнике именно. Лирики, да. Я лирикой пропитался в хлам вообще. Очень сильно. Высыпаюсь ли я? Да, иногда да. Даже когда ребенка вожу в садик. Нравится. Нравится водить ребенка в садик, потом спать часа полтора, а потом делать дела. Или быть штрихом. Сидеть у компа. Или говорить, милый, отведи ты, пожалуйста. Да. Я не собираюсь завязывать с музыкой. Нет, нет, нет. Меня током ударило, я бы не хотел. На восьмом официальном нет, на девятом участвовал. В Тольятти не хочу даже что-то делать. С гуфом не будет фита. С Сережей местным будет 15 апреля. У него альбом будет там трек. Довольно-таки антиграундный. Помню, девочка заплакала на концерте твоем под трек «Прощай». Ну да. Кстати, в 2018 году выйдет песня под названием «Возможность». она будет состоять из трех куплетов довольно-таки жестких. Один из куплетов будет женским голосом. Я не буду завязывать. Я буду дальше продолжать. Тут вопросы люди пишут. С алкоголем после спорта я общаюсь хорошо. Вот. У Сереги, я думаю, знатный альбом будет. Он его дольше, чем Моксик. Гор-город писал. Не знаю. Почему не Руставель не захотел фит со мной? Потому что он посчитал, нужно не писать со мной фит. Я не знаю, почему. Свои у него принципы. Так. Что еще здесь? Люди задают вопрос. Сейчас там очень серьезный вопрос. Очень-очень серьезный. Воронежа привет тоже. Мам, этот грамм перезавол почти себя. Кто? Автографы много кто просит. И не только в Тольятти. В Волгограде было, вот кто просит. Губы голубые. С Керри Форс не будет. Тимоха общается с Санчесом. Да, Санчес большой человек. Там, кстати, Тимур Церн еще. Так что группе Церн привет. Хапаешь время от времени или чисто на алкоголе? Чисто на алкоголе. Прикольная тема, кстати. О, Господи. Лейбл есть свой? Есть лейбл? Есть псевдо-лейбл. Да нет, лейбл. Я не являюсь я лейблом. Не даю я концерты никому. Никого не продвигаю особо. Даю возможность только людям. Ну, может там где-то появиться. Так особо не пробашливаю никому. Но, а что-то отец продукт не платит ни хера. Ну, а как? Я свожу просто с дистрибьютором на прямую ребятам. Дистрибьютор уже платит или не платит. Я вообще не имею никаких коммерческих отношений с теми людьми, которых издавал на iTunes. Можете у них сами спросить. Они напрямую работают с ВК-продакшн. Я так посредник. Хастра, я тебе не буду платить, ты мудак. Но, ты хороший человек. Мир чани будет. С Гапоном, ребят, Гапон уже походу ничего не делает. И как бы, ну, это уже таможенный контроль остался уже в прошлом, мне кажется. Так, всегда указываю бабушку и дедушку. А где родители? Родители, ну... О родителях будет что-то тоже. Ты ноготь сломал? Или фу-фу-фу-фу? У братика, у моего родного все ништяк. К ДК не знаю, что такое. С ДАФИ будет? С ДАФИ не знаю. С АБАЗом тоже не знаю. Но с АБАЗом убедил. Столько вопросов, что-то он тут задает вообще. А что, люди, да? Угу. Дай. Че так мало людей-то? надо 600 миллионов людей иному смысла привет ты стал взрослее за этого теперь ты делаешь более лиричную музыку но я не знаю я делаю потому что такую музыку потому что во первых это мое вообще изначально вот как бы и и лирика это изначально мое вообще в принципе и и больше ничего так пропустил ряд вопросов там не увидел не с трубы женька с трубы марго виду релиз эти репортажи здоровье получше стал с бабушкой будет много скитов хотим вот поехать с ритой с малышом в деревню и записать часа на два на и на бабушку хотелось бы ну потому что мало ли она очень старенькая и дедушка как бы тоже лежит встает так иногда охота записать на два часа и как бы записать это на будущее я не знаю ребят кто такой марик и у ннв я не знаю честно не знаю с 4sgm будет фит да кстати хотелось бы сказать маргарита мне нарисовала обложку на 2018 год а илья бойко сделал много бы подрисовал там подредактировал вот то есть и обложка будет круто с mc18 с илюхой нормальные отношения вот не знаю треки будущее нет а так я к нему ништяк отношусь вообще нормальный респектусом нормальные песни пишет ты вогнал в негатив меня в 16 лучше бы и слушал коржа что жизнь кайф юмор и тебе могу сказать так что жизнь на самом деле так тебя еще круто нет что ты коржа абсолютно забудешь ты не будешь думать о нем когда тебя круто нет вот я бы не хотел чтобы ты возвращался к тем песням которые тебя уничтожили вот это посвящается молодому человеку который написал что лучше бы там что-то про 16 лет про какой альбом именно вы говорите бриллиант он изначально должен быть мажорским альбом был должен был бы быть но стал таким потому что я чуть не умер так все круто на самом деле ребят были 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 с мужем танцевали медляк под песню дури ништяк а я и так никого не слушаю мне похеру на всех так случилось да и будут концерты там где меня пригласят в восемнадцатом году будет очень лиричный альбом будет химера трек так что ждите химера будет взрывной вообще все-таки решил я его сделать на самом деле ты не превратишься в серёжу жукова с лирика ты считаешь что серёжа жуков в лирику пишет что нужно сделать чтобы меня пригласили заплатить 30 тыс 30 тыс господа всего лишь 30 тыс и и как ее называют господи и оплата туда-сюда касаемо трансфера ладно ребятки тимоха говорит с последнего альбома информацию которая пришла ему в голову когда он находился в космическом состоянии вот он рассказывал историю которая приходила ему просто в голову я не знаю откуда он взял это про человека который я не понимаю что он имел ввиду но он действительно описал очень красиво и очень точно некий субъект некий объект способный очень резко пойти по карьерной лестнице путем обмана и инстинктов у него не было морали у него были инстинкты запомните эту фразу и никогда и не следуйте у меня рита про книгу сжёг зачем но просто посчитал нужным так ребятушки да и ладно где записываю свои треки у себя на студии студию сделал ребятки благодаря людям кое-каким удачи здоровье дело биты будут дымки вышли на фит от души психотерическом альбоме о кофте вы хотите слушать что такое кофта это психотерический альбом вот инструментальный я не успеваю за ответами 38 40 блин было бы их 600 миллиардов я все тут делал когда ладно ребят ладно ребятки спокойной ночи давайте счастья вам не болейте до свидания до свидания книга была ни о чем значит ни о чем было если выкинул значит она не должна была дойти до ваших глаз и ушей дельфина но не особо ладно ребят спокойной ночи счастья здоровья всем до свидания лет какого выключить быть на кнопку